Ребят, всем привет! Пока стоим, погрузку ждем. Часа два, наверное, нам еще ждать. Погрузчика нету, пока погрузчик приедет. Опа, дождик ушел. Дверь намокнет. Вот, и хотел бы, ребят, вам рассказать. Все знаете, да, что я рекламирую с сайта автоспот.ру по подбору новых автомобилей. Так вот, у ребят появилась новая функция. Переходите на сайт. Заходим на сайт, видим все предложения по новым автомобилям в наличии, по реальным ценам, со всеми скидками, что есть у официальных дилеров. И теперь, кстати, вы можете посмотреть, при каких условиях эти скидки получаете. Для этого нажимаете на кнопочку «Сниженная цена» и видим, какая скидка нас ждет, если покупка за наличные, тренд-ин или в кредит. А если у вас уже, ребят, есть свой автомобиль, то сайт автоспот вам пригодится для того, чтобы найти лучшие цены на ТО и записаться в сервис онлайн. Для этого переходим в раздел «Сервис ИТО». Нажимаем «Найти лучшую цену». Далее выбираем марку, модель, модификацию, какое ТО планируется. Введем карту и цены на обслуживание в сервисах. Сравниваем скидки, цены и записываемся. На сайте предоставлены предложения только от официального сервиса, поэтому вы не потеряете гарантию на свой автомобиль. На данный момент, ребят, доступно для Москвы и Санкт-Петербурга. Переходите по ссылочке в описании и пользуйтесь бесплатным хорошим приложением. Прежде чем начнется ролик, сделаю вставку такую. Хочу обратиться тем, кто писал комментарии и пишет. Якобы я вложил Юрика шефу, что он на косячину ударил. Пожалуйста, отпишитесь и смотрите больше видео. Мне такие подписчики не нужны. Вы полные долбоебы. Неужели вы думаете, что я делаю в первую очередь, снимаю видео и выкладываю для вас, а потом уже решается все в коллективе, да, и с руководством? Вы вот просто... Я не знаю, кто эти комментарии пишет. Либо это малолетки, либо люди, те, которых мозгов нет. Видео, ребята, снимается после того, когда разрешают мне ребята. Я с водителями советуюсь. Я говорю, такая-такая-то тема сегодня снимал. Что там можно выкладывать? Тебя можно выкладывать? У каждого спрашиваю. Я прежде чем выложить, я у каждого спрошу, можно или нельзя. С этой ситуацией. Это случилось за два дня. Потом Юрик позвонил шефу. Потом шеф посмотрел. Когда это все решилось. А потом я уже с разрешения снял видео и рассказал. Понимаете? Я не делаю... Если вы считаете меня таким, что я там взял Юрика, застучал, то я думаю, нам не по пути. Отписывайтесь и всего вам доброго. Пробал. Что там Диману позвонил? Что Диман тебе сказал? Послушайте, это сделаю специально для вас. Для... Не знаю, как вас назвать. Ну, короче, те долбоебы, которые пишут комментарии, значит, якобы я Юрика сдал шефу. Что там Диману позвонил? Что Диман тебе сказал? Не знаю, еду. Ну, я ему сказал, что на выгрузке так получилось. Он говорит, ну, давай скидывай в фон, я ему фото скину. И все. Пока молчит, ничего не говорит. Я не знаю, что скажет. Ну, он мне перезвонил, типа, это... Чего, говорит, не звонишь, ничего не говоришь. Я говорю, ну, а что я буду звонить-то? Говорю, блядь. Юрец, я говорю, позвонит, скажет. Он говорит, он мне позвонил, сказал, скинь фотки. Вот, я на мойку загнал, там, блядь, камину помыл, короче, керхером, блядь, потому что я нереально был обмыть нахуй. Улавливаете суть? Сначала звонил Юрик, потом позвонил мне шеф. Поэтому, ребят, нам не по пути. Те, кто писали эти комментарии, отписывайтесь и до свидания. Мне такие подписчики не нужны. Кажется, у кого-то колесико бабахнуло. Олежка переди шел, смотрю, остановился. Блядь, я еще останавливаюсь здесь, по-моему, новая асфальт, а я думаю, что такое? А, вода. А я думал, смола, блядь. Второе колесико уже у Олега хлопает. Первое хлопнуло. Хорошо, а мы вот так стрижем. Он уже кронштейна переделал, варил крыловый ветер ванную. Теперь еще раз бабахнуло. Минус кронштейн. Минус. Блядь. Печально. 70. Вот она резина, родная. Это родная резина Волтоновская. Вот так вот разворотило. Надо эту резину просто выкидывать и ставить хорошую. гаечки новые, откручиваются легко. вообще. Фонарик заводской, с фишкой улетел. Это проволока. корт с покрышки. Вот она, видите? Сколько ее много. Короче, эту от удара оторвало. Шклепки. Вот это удары, блядь. Лучше рядом не ставить, когда они бабахают, блядь. А шклепки оторвает, видите? Чуть-чуть повело ее. Все надо крыло снять, чтобы не мешало колесо вытаскивать. Самая дрочная, ребят, на наших прицепах 30 кубовок запаску вытаскивать. Есть у нас у Мишани и у Юрика. У него 3-4 куба. У него удобнее, у него две запаски так стоят. Поднял запаску, вытащил. А у нас чуть, блядь, прицепы покороче, рама сама короче и две запаски не помещаются. И чтобы ее вытащить, нужно, короче, помудохаться чуть-чуть. Так, блядь, поменяем паучку. Стой, стой, стой. Стой, стой. Паучи. Сука. Сука. Блядь. Сейчас. Стоим на трассе, на двоечке. Крылышко почти нормально подровняли. Бриджстоун. Резина шляпа. Что у меня это бриджик этот хлопал, что у Андрюхи хлопал. И вот на новых машинах бриджик вообще не ходит. Короче, бриджик это вообще не резина. Вот другую резину поставили. Вот у меня такая стоит континенталь. Бля, она отхаживает. Это вот, видите, на 70-80 тысяч она хлопает. У меня она прошла по 150 тысяч, там по 140 на прицепе. Ни одно не хлопнуло. Чуете разницу бриджик? Все, ребят, готово, поменяли. Единственное... Так, все, видите, прям все вывернуло. Ну, крылья все равно менять. Вот она порвана, вот порвана. Бля, я аж мокрый весь, блядь. Надо сегодня купаться и срочно переодеваться. Майка насквозь мокрая. Сейчас так по-быстрому ополоснуть. Вот такая бывает, ребят, сетуевина. Чуть-чуть надо обсохнуть, а то подспотел. Но я переоделся, достал штаны чистые, майку. Есть форма, ребят, спецодежда. Причем всегда ковыряюсь. Вот. Но ее надо забрать домой, постирать. Она уже давно в машинке не полоскалась. Ну все, полетели. Олежка, короче, у тебя с правой стороны фонари. Фонарь, диод не горит. Прям сам фонарь, диод не горит. А с левой стороны рог перестал гореть. У тебя получается слева фонарь горит, понял? А справа просто горит рог один. С правой стороны... А ну-ка, аварийку включи. Во, аварийка, рога все работают. Да, да, работают. Короче, у тебя габарит только не работает. Рог и габарит не работает справа на фонаре. Наверное, может из-за того, что провод отбило, нет? Это потом буду разбираться, пока едем. Ну это да, надо поехать разгрузиться. Главное, запаску поменяли. Я, короче, начал разгружаться и на базу ехать, да? Колесики делать. Да, сейчас уже более-менее отойду, пока у него пауч подгревеет. Ну да, а то что он безопаснее остался, да и... Как-то так у него горят нахуй эти огонечки. Вот надо было нам в конце рабочего дня влупиться в пробку, когда уже сил нету. Уже подуставши такое, время 9. Ух... Полетели на истребителях. Хоть бы скорость сбрасывали. На глицы, блять... Ха-ха-ха. Это что творится. А мне еще говорят, а вдруг ли там кому-то плохо? Да тут, блядь, каждому второму плохо. никакого уважения просто у них нет другим участникам дорожного движения олежки забыдал кого-то тесто я уже просто устал мне даже сил нету блять с ними бороться держать уже уставшие встали восклицов на 7 утра и вот весь день за рулем и знаете телка кожи уставшая все с охотой искупаться кинуть на зуб перекусить бы и и нас палку залезть вот что хочется уже как бы батарейка садится они все едут и едут и едут дело в том что еще как бы уже темнеет неохота как бы косяка впороть блять никого не зацепить бы все дальше посмотрим но вот они забивают и мы наверное за это сейчас и не будем ехать там просто один был заезд на заправку на заброшенную тут видите сразу второй заезд один чувак блять ну блять вообще ничего не выиграл на белый даже не видел что за тачка он летел 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 короче через заправку нырнул и встал же опять же там перед красной тачкой что-то выиграл что-то пролетел через заправку ребята там короче с камера дальше будет на газпром заправки их там 2 висят как некоторых пишет я готов заплатить за типа за нарушения что-то я смотрю никто не готов они понимают что здесь камера и что-то не резко все да все они все встали в ряд вообще ни одного не вижу вот они две камеры вот они две висят что-то них я никто не готов платить за обочину за штраф если вот самый сильный спешащий прям какой-то конкретно если бы у него что-то случилось он бы готов был заплатить за штраф бы пролетел это просто просто дачники ребят которые просто хотят по-быстрому певчинского на холодного приоткрыть с рыбешечкой вот он полетел блять ну такси еще куда бы ни шло в такси может ехать кто-нибудь может быть реально под спешит я на таксистов не гоню как бы они могут на заказ пишите не могут кого-нибудь вести там по срачнику и это уж хрустик ну ты-то куда не дай бог что ты ждать каску твой не найдем здесь летят блять уже обочины нет она уже на сужение идет и бля вообще видео по херу вот малейший сейчас от косячок знаете сидишь задумался просто руль отпустил она у тебя вправо так поехала нахуй он обосрался и и дтп блять вот за таких фото слоёбов вот кто они это вообще номера снял и глупит по обочине просто у меня лично я прямо отвечаю ребят папа тут отбойничек на отбойник не заскочил там у меня лично такое бывало просто едешь ты не подозреваешь что кто-то тебя будет справа обгоняет на справа уже по обочине обгон запрещен и вот я бывает знаете вот чисто чисто так вот еду смотрю в зеркало смотрю на дорогу ну там да вот один глаз сюда смотрит один сюда ну как будут поглядываешь зеркало едешь по первой полосе никого не трогаешь но бывает едут дать те у кого деньги есть на хуй что починят вот понимаете мы едем ребят смотрите 80 блять 80 едем и али бля не вообще безбашенные блять ну блять едем до 80 полосы можно сказать полу пустые 1 со 2 вот они же блять и затрудняет они потом вклиниваются бей за них не и не едем это на аварийке и что если товаре включил можно ехать по обочине вот представляете да мы 80 едем они нас обгоняют тут они 90 по обочине идут вообще прошел подсоточку так дорогие друзья пока олежка перебывается я тачку помазал уже прицеп помазал вот осталось шток наверху помазать и лечь под машину сковорням а зануть все вот этот шприц обалденный от его олега взял вот такой мне надо тоже купить этот вот под тюбики а то что мне там кто-то писал по поводу того что те шприцы выкинул если вам нравится пальцами смазку набивать ради бога пользуйтесь такими шприцами я лучше куплю подороже но пусть будет под тюбик потому что нам смазку дают не в ведрах а в тюбиках шеф покупает ящиками в тюбиках смазку и что мне пальцем выковырить туда пихать вы хоть бы думали что пишите то все все помазано все смазано он видите там трещоточка валы тут все тоже валы все промазал и так каждую ось ну и тут тоже промазал коричневая такая видите вылазит грязная я сейчас опущу кузов получается так вот смазочка еще пройдет и еще раз помажу потом это все аккуратненько пальчиком соберу перчаточку и выкину такие пироги короче ребятки все сделали я машин помазал олег колеса поменял новую резину ли поехал домой купаться тут есть бесплатный душ так как бы нормально искупаться можно пошел искупался чистенький в кабину залазишь а в кабине такой приятный запах знаете после душа с шампунем блин аж балдеешь хотел здесь по отлич ну сна пока нету короче сейчас поеду завел машину вот выехал что там ребяткам не мешать там приехали парня как бы дальнобойщики чтобы не мешать стояночка освободил выехал на трассу сейчас разложусь полотенчик повешу сюда сушиться и все и поеду короче ребят работать ну как работать поеду карьера там спать лягу братишка прилег с прицепом лежать мощь по светлому лежали лежали ехали он лежал но он целый я думал он уснул нет он не уснул если он на скорость ушел с дороги упал кабина бы пострадала лобовое бы все было бы разбито а мы ехали у него баука кабина вся целая такое ощущение как будто он остановился ребят прямо на краю обочине и наверное сильно сильно взял сюда к траве вот а его видному наверно скорее всего груженого просто груз перетянул и он просто скорее всего лег аккуратно если опытные будут два . вытаскивать аккуратно поставить на колеса принципе машина там целая не пострадала ну конечно же зеркало по любому но и там какие-то вмятина будут ребята охренел конечно сейчас пробка короче со стороны тула машина стоят они без движения я такое первое вижу короче на фуре прицеп отстегнулся перекрыл трассу прям поперек дороги стоит ребята просто на улице стоят я так понимаю они вообще даже не двигаются уже давненько раз они тут стоят а вот там все на улице стоят бля я охренел я сначала даже не понял на дне аварии ничего просто у него прицеп отстегнулся короче прицепу так вот лежит прям поперек дороги и тягач рядом стоит рядом никаких машин нет пострадавших вот этот конечно жестоко хорошо хоть никто не пострадал